Здравствуйте! Вы смотрите программу «В курсе» и я, Ольга Десятова. И мы продолжаем серию передачи о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае. Ну и сегодня о садах европейского качества с русской душой мы поговорим с ландшафтным дизайнером Инной Садыковой. Здравствуйте, Инна! Здравствуйте! Инна, начать хотелось бы с цифр. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы вообще в бизнесе и сколько на вашем счету сегодня реализованных проектов, зная, что они не только в России? Я занимаюсь ландшафтным дизайном с 2009 года. Практически десятилетний опыт практики. Подходит десятый год к концу и на сегодняшний день реализовано свыше 250 проектов. Они разрабатывались в России, в Германии, в Америке, в Великобритании, в Казахстане. А почему именно ландшафтный дизайн? Расскажите, как вы вообще пришли в эту профессию и где учились? Честно говоря, я пришла, можно сказать, немножко случайно, потому что с детства я ходила в художественную школу, занималась графическим дизайном, училась в колледже на программиста и думала, что буду веб-дизайнером. Но поучившись в колледже на программировании, я поняла, что дальше мне нужно идти в более творческую сферу. Я выбирала между дизайном интерьера и ландшафтным дизайном и поняла, что к ландшафту больше лишит душа, потому что мне нравится работать с большими открытыми пространствами. И сейчас в работе я не боюсь абсолютно больших территорий в один гектар, в два, в три, в десять. И с легкостью работаю как с небольшими участками частных коттеджей в десять соток, так и с крупными проектами парков, скверов. До того, как вы пришли в бизнес, стали предпринимателем, расскажите, пожалуйста, где вы набирались опыта, может быть, работали в каких-то фирмах, в каких-то городах, где вообще вы собирали вот этот богатый опыт, который сейчас у вас есть? Я заканчивала Академию архитектурно-художественную в городе Новосибирске и пошла работать сразу после первого курса, потому что отучившись первый год, поняла, что в институте дают больше теоретических знаний, и они не всегда актуальны и соответствуют конъюнктуре рынка. Поэтому я пошла работать помощником дизайнера. Первый мой опыт работы был в новосибирской компании. Я рисовала визуализации, то есть опытный дизайнер составлял план, а моя задача была поднимать это в объеме или в скетче. То есть сделать картинку более наглядной и понятной для заказчика, потому что не всем заказчикам легко удается чтение чертежей. После этого меня пригласили работать в компанию «Сибирские газоны». Это крупная сибирская производственная компания. Она также реализуется и за пределами России со своими товарами и услугами. И уже после этого я пошла в самостоятельное плавание. А как оказались в Сочи? В Сочи я оказалась с поступлением в магистратуру, потому что на пути своего профессионального опыта был разный экспириенс. Были и удаленные проекты, были работы в рамках своего города Новосибирска, за его пределами по Сибирскому федеральному округу. И также с 2015 года я вела курсы по ландшафтному дизайну в Новосибирске. И мне хотелось еще больше уйти в науку, систематизировать знания, выстроить методологию для учеников, потому что в перспективе, как одно из возможных направлений деятельности, я вижу преподавание в университете. Потому что мне кажется, что все-таки теоретическая база нашего российского образования — это хорошо. Но когда есть преподаватель, практик и с опытом, и с теоретическими знаниями, это вообще отлично. И подспорье будущим молодым специалистам. И таким образом я выбирала между магистратурой Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. И, конечно же, Сочи подкупил своим климатом, и поэтому я переехала сюда. Ну а подкупила ли Сочи тем, что здесь можно как-то себя больше реализовать в ландшафтном дизайне? Все-таки Сочи — это город-сад. Да, Сочи — это город-сад. Я думаю, что, в принципе, специалист может реализовать себя везде без привязки к какому-то месту. То есть я верю в то, что дизайн может быть без границ. Вы поступили в магистратуру, и наверняка в это же время в вашей жизни появился бизнес-акселератор. Расскажите, пожалуйста, как вы туда пришли и какие возможности он для вас открыл? Про бизнес-акселератор нам рассказали преподаватели в УЗИ. И сказали, что мы можем пойти участвовать со своими проектами или со своими идеями и получить не только в стенах ВУЗа образование по своей специальности, но и в рамках этой программы бизнес-образований по построению стартапов, по развитию бизнеса. И мне эта тема была очень интересна, потому что достаточно длительный период ранее я работала на себя в оффлайне. И мне было интересно проработать стратегию продвижения услуг именно дистанционно в онлайн-формате. И поэтому я пришла в акселератор с этим проектом. Расскажите подробнее о проекте «Сад без границ». Если вы работаете с клиентами, да, получается, можете работать по всему миру, насколько это сегодня актуальное направление, насколько, может быть, клиенты не боятся, да, вот, может быть, кому-то хочется прийти, посмотреть проект вживую, да, пообщаться с глазом на глаз. Насколько сегодня люди не боятся заказывать онлайн проекты и работать вот так удаленно? Ну, на самом деле я не могу сказать, что этот формат подходит именно для каждого человека, потому что действительно для кого-то очень важен личный формат, для кого-то важны компетенции и профессионализм. Например, когда я жила и работала в Новосибирске, ко мне уже тогда начинали обращаться люди из других городов, потому что им нравился именно стиль моей работы, проекты, как я их создаю, реализовываю. Они понимали, что в их городе качество предоставляемых услуг ниже, поэтому они готовы были пойти на риск заказа специалиста удаленно, но за это они получали более высокий уровень проектируемого участка. И поэтому, когда я уже осознанно переехав в Сочи, полностью вывела работу в дистанционный формат, я уже знала, что да, у человека могут быть такие страхи и опасения, как же так обратиться к человеку, доверить ему свой участок и при этом еще заплатить за это денежные средства. Но есть наработанная портфолио, есть база наработанных партнеров, питомников. Я езжу по питомникам Европы, Москвы, Санкт-Петербурга, отбираю посадочный материал. У меня с поставщиками уже наработанные связи. То есть если нам нужно сделать комплектацию какого-то объекта, то тогда заказчик получает и эту услугу. Наше с ним сотрудничество не ограничивается только тем, что я нарисовала им проект, отдала и сказала, все, до свидания, делайте дальше, что хотите. Нет, это не так. Все равно дальше проводится и курирование проекта, и комплектация. То есть всегда заказчик может получить дополнительную консультацию, и мы всегда на связи. Также любой вопрос по уходу. И я уже знаю, что клиенты, даже которые находятся в других городах, они не всегда побегут к местным садовникам. Они предварительно со мной посоветуются и спросят, а что делать, как ухаживать или какие сезонные работы. Для этого у меня есть разработанные чек-листы. То есть я отправляю весьма клиентам по списку, что нужно сделать, с какими препаратами, в какой дозировке. И они уже или сами, или с привлечением специалистов реализуют работу по уходу за садом. Инна, расскажите, пожалуйста, что такое сады без границ и сады европейского качества с русской душой? Спасибо за хороший вопрос. Когда я говорю о садах без границ, я подразумеваю то, что можно сделать любой проект сада удаленно, не обязательно присутствовать непосредственно на участке. Для того, чтобы разработать проект, нам нужны исходные данные, потому что дизайн — это не только красивая картинка, она очень часто привязывается непосредственно к реальностям объекта, и на многие решения влияет существующая ситуация. Например, заказчики мне присылают очень часто для старта работы замеры или топосъемки. Это чертежи, на которых мы видим все размеры, привязки, расположение по сторонам света, существующие деревья, постройки. Обязательно обговариваем, какой грунт на участке, и обговариваем пожелания по уходу. Потому что, опять же, возвращаясь к садам европейского качества, сейчас вся Европа ориентирована на минимизацию экономических ресурсов, связанных на вовлечение большого количества садовников по уходу за садом, на уменьшение энергозатрат. Это может быть связано с системами автополива. То есть наша задача при проектировании сада — подобрать такие растения, которые будут существовать с минимальным уходом, с минимальным трудоэнергозатратом для заказчика, для клиента. И когда мы говорим о саде с русской душой, здесь, конечно, очень важно подразумевать о том, что русскому человеку хочется максимально красоты на своем участке. Особенно в регионах за пределами Краснодарского края, там, где ограниченное количество лета, зелени. Поэтому заказчики просят, чтобы было максимум цветения, чтобы одно цветение сменялось другим, чтобы сад был красив всегда, во все сезоны, потому что человеку вот прям хочется, русская душа просит наслаждения, эстетики, красоты цветовосприятия, может быть, даже каких-то ярких красок. Бывают клиенты, которые отдают предпочтение сдержанным современным стилям. Например, у меня был проект в стиле хай-тек, в стиле минимализм, но очень часто заказчики вот именно предпочитают максимум цвета и максимум декоративности, использование различных ландшафтных композиций. Это могут быть и пруды, и альпинарии, террасы, цветники, и миксбордеры, и кустарники, конечно же, деревья цветущие, сады плодовых. Все хотят радовать своих деток, родственников, гостей, плодами собственного огорода. Покажите какой-нибудь проект. Да, конечно. Вот, например, сейчас я могу вам показать сравнение, как выглядели эскизы проекта в двух вариантах, потому что всегда, прежде чем сделать клиенту предложение, я делаю несколько вариантов эскизов. Мы вместе наглядно уже выбираем, мы смотрим, где у нас какие будут зоны, например, зона отдыха, огорода, барбекю. И дальше уже заказчик выбирает, какие у него предпочтения, что ему больше нравится. Этот, например, проект заказала клиентка из Новосибирска. Она сама находится в Хабаровске, и, соответственно, я нахожусь в одном городе, клиент находится в другом городе, и участок находится в третьем. И таким образом мы создаем работу. И вот так уже выглядят в специальной программе чертежи, где все детализируется вплоть до мелочей. Каждый кустик подписывается, в каждом цветнике указывается количество растений. То есть человек уже, имея на руках проект, он не думает, где у него что будет расти. Он уже знает четко и железобетонно, сколько у него тротуарной плитки, сколько у него метров квадратных газона, сколько ему нужно для этого газона купить семян или, например, заказать рулонного газона уже готового, какой список растений, дополнительные материалы, может быть, натуральные камни, пошаговые дорожки, какие-то беседки. То есть проект, он отвечает четко на вопрос, что, где и сколько, и сколько вешать в граммах. Какой, на ваш взгляд, у вас был самый необычный проект из реализованных? Самый необычно разработанный проект был сделан в рамках курсового задания обучения в магистратуре. Это проект сада-парка будущего с перспективой развития на 100 лет. В проекте закладываются, я вам сейчас даже покажу, в проекте закладываются вертикальное озеленение, технологии гидроаэропоники, технологии сети фермерства. И за этот проект мне дали награду, первое место на Питерском международном экономическом форуме. Там был международный конкурс. И даже правительство Краснодарского края выделило отдельный приз, отдельную номинацию. Ну и плюс все жюри, первое место, гран-при присудили. Основное преимущество этого проекта, конечно же, современные технологии озеленения, сети фермерства, вертикальное озеленение, гидроаэропоника, которая позволяет выращивать растения без использования грунта. Тем самым мы экономим пространство, мы опять же экономим ресурсы, мы экономим время и денежные средства на логистике. Растения выращиваются без грунта. Поэтому для создания зеленых грядок подойдут абсолютно любые площадки, даже каких-то заброшенных территорий, без земли, без плодородной земли. И такие площадки могут находиться непосредственно в черте города. То есть не нужно тратить денежные средства на логистику, чтобы привезти зелень откуда-то из области. Мы можем доставить ее конечному потребителю непосредственно с небольшого места уже в городской среде. Такой сад может появиться в ближайшем будущем где-нибудь? Как вы думаете, жизнеспособен? Реализуем ли этот проект? Я 100% уверена, что такой сад может появиться, потому что уже технологии сети фермерства, они набирают обороты, в них инвестируют крупные суммы. Например, все, что мы видим на прилавках из Израиля, преимущественно поставлено за счет выращивания на гидропонике, потому что в Израиле нет такого обилия плодородных почв, как в Краснодарском крае. Поэтому это вполне способная технология жизни, подходящая для жизни. Все-таки еще хотелось бы побольше узнать о бизнес-акселераторе. Вот что вам дал этот проект? И, может быть, какие там мастер-классы, лекции помогли? Может быть, ментора вы нашли или еще что-то? Или теперь свой опыт, может быть, передаете? Продолжаете ли сотрудничество с бизнес-инкубатором? Бизнес-акселератор дал мне опыт, конечно же, четкой систематизации и пошагового, поэтапного построения анализа своего бизнеса не только с точки зрения того, что я могу как человек-услуга, но еще и с точки зрения, как это можно продвигать, как это можно расширять. Для меня очень актуален был вопрос именно масштабирования, потому что когда дизайнер работает сам на себя, как фрилансер, он ограничен именно с количеством своих трудочасов, грубо говоря. После бизнес-акселератора у меня расширились границы тех услуг, которые я могу предоставлять людям. Например, помимо проектирования, помимо комплектации, сейчас я сотрудничаю с онлайн-школой и записываю онлайн-уроки удаленно. То есть я уже выступаю в роли непосредственно преподавателя, и также преподавание происходит в онлайн-формате. Приветствую! С вами ландшафтный дизайнер Инна Садыкова. В этом видео я покажу вам ландшафтный дизайн для участка площади 24 сотки. Проектом предусмотрена детская площадка, зоны отдыха, беседки, декоративный огород и сад плодовых. Приятного просмотра! До начала ландшафтного проектирования на участке был построен дом, баня, гараж, хозблок и углярка. Никаких дополнительных строений не было. Дорожки, коммуникации, растения проектировались и воплощались согласно планировке. Прямоугольные участки, как чистый холст и обширное поле для творчества. Вариантов обустройства ровного участка огромное множество. В работе над благоустройством сада интересен не только процесс создания красивой идеи на бумаге, но и результат реализации комфортного, уютного пространства для счастливой загородной жизни. Для цветущих композиций отобраны самые неприхотливые многолетники – гейхеры, хосты, пионы, остильбы и лилейники. Акцентом одной из парадных композиций является лиственница с кроной плакучей формой на штамбе. Перед домом спроектирован миксбордер с непрерывным сроком цветения. Здесь высажены хвойники, декоративные кустарники, а розы Дэвида Остина, которые совсем не укрываются на зиму, являются особенным украшением. Планировка с пейзажными плавными линиями пришлась по душе и легла в основу дизайна. Ландшафтные композиции огибают основную дорожку, соединяющую дом, беседку, баню и гараж. Динамические линии края цветника позволяют глазу скользить и наслаждаться зеленью посадочного материала. Сад Плодовых соседствует с огородом площадью 3 сотки. Декоративный огород с хозяйственными постройками от основной части сада отделен цветником из однолетников, в котором высажены тагетисы и агератумы. Вход оформлен аркой, обрамленной жимолостью каприфоль. Тагетисы рядом с огородом растут не случайно. Многим не нравятся эти однолетники и ассоциируются с бабушкиным цветником. Но не все знают, что растения отпугивают таких вредителей, как тлю, луковую муху, капустную белянку, колорадского жука, долгоносика. Их полезно сажать недалеко от капусты, картофеля и других овощных культур. Площадка перед беседкой служит танцполом для большой компании гостей. Спортивная площадка оснащена оборудованием для детей разного возраста. Младшие осваивают детский игровой комплекс, а старшие увлекаются активными играми с мячом. Безопасное покрытие из резиновой крошки позволяет поиграть в футбол, бадминтон и поставить теннис на стол или батут. Хвойные растения вдоль забора, ели и пихты высажены крупномерами по 3-4 метра. Такие деревья весят от 300 килограмм и сажаются с применением техники. О посадке и уходе за крупномерами я расскажу в следующем видео. Посмотрела ваш инстаграм, вы очень много ездите и по краю, и по городам страны, вы участвуете в различных мастер-классах, на лекциях, на форумах. Для чего это нужно уже действующему предпринимателю? Отличный вопрос. На самом деле это нужно действующему предпринимателю, специалисту. Во-первых, для того, чтобы общаться с коллегами, чтобы обмениваться опытом, для того, чтобы расширять свои границы. Потому что одно дело, когда мы варимся в своей каше, выполняя свои собственные проекты, а другое дело, когда мы смотрим со стороны, как это может быть еще. И какой-то опыт нам, конечно же, может быть полезен. Например, вот буквально на прошлой неделе я прилетела с достаточно плотной поездки, потому что она началась с Санкт-Петербурга. Туда я ездила на международный форум ландшафтный для специалистов отрасли «Зеленая стрела». Приезжали специалисты вот отовсюду, из Голландии, из Финляндии, из Японии, из России, из Казахстана. Это такая ценность пообщаться с этими специалистами вживую, увидеть их работы, перенять практические рекомендации. После международного форума я выступала там в качестве спикера, рассказывала дизайнерам именно о систематизации процесса предоставления услуг на этапе разработки проекта, о том, как можно отслеживать своих клиентов через CRM-системы, о том, как можно анализировать маржинальность бизнеса, о том, как можно структурировать работу в команде через делегирование, через распределение ресурсов, функционала. После этого форума я поехала в Москву. Там у нас были съемки для будущего контента в Инстаграм, потому что очень важно давать полезный контент. После этого я уехала на выставку в Дубай. Выставка была по строительству, и там был сегмент по ландшафтному дизайну. Это была огромнейшая выставка. За четыре дня я успела обойти только именно свой сегмент. По остальным я так мельком пробежалась. Технологии, зашкаливающие материалы нового поколения, нового уровня. И, конечно же, мне хочется, чтобы у меня были такие клиенты и заказы, которым я могла применять самые новые, самые интересные материалы. Потому что, когда заказчик обращается к дизайнеру, он всегда просит, пожалуйста, мне не как у всех. Он просит, пожалуйста, мне не как у соседа. Я хочу, чтобы у меня был свой участок, особенно на кого не похожий. Продолжая тему форумов, что касается форума, который организуется в Краснодарском крае «Дело за малым». Насколько это хорошая деловая площадка для общения бизнесменов? Это крутая площадка. Я там была, ездила на этот форум. И, конечно, там мне понравился уровень приглашенных спикеров. То есть, несмотря на то, что форум собирал предпринимателей из Краснодарского края, но там были люди и Гондопас, и Варламов. То есть были специалисты не только регионального уровня, а еще и федерального, и выше. Даже был прямой мост с Илоном Маском. Поэтому, чтобы получить вдохновение, обязательно нужно посещать мероприятия. У нас в нашей стране и в регионе, в частности, действуют и национальные, и региональные проекты по поддержке малого и среднего предпринимательства. Поддержку оказывает Министерство экономики, Фонд развития бизнеса, Центра развития предпринимательства, которое сегодня действует по всему Краснодарскому краю. Скажите, пожалуйста, насколько и начинающим, и действующим предпринимателям нужна сегодня поддержка государства? И чувствуете ли вы ее сегодня? Конечно, поддержка государства очень важна. Когда я открывала ИП, я взаимодействовала с Центром поддержки предпринимательства, и государство даже покрывало часть расходов, связанные с открытием юридического лица, так называемого. Поэтому, конечно, всевозможные налоговые льготы, снижение каких-то ставок в первый год открытия – это очень важная поддержка для предпринимателя на начальном этапе. Особенно нужно учитывать, что начинающий предприниматель, он, как правило, все делает сам. Он сам пытается вести бухгалтерию, сам пытается делать рекламу, какие-то себе первые сайты, лендинги и так далее. Поэтому любая помощь, она, конечно, важна. Ну и что бы вы хотели посоветовать начинающим предпринимателям, тем, кто хочет открыть свое дело, с чего нужно начать и как вести свой бизнес для того, чтобы он развивался? Я хочу посоветовать начинающим предпринимателям, конечно же, не бояться, смело идти вперед, искать партнерские организации, которые могут быть вам под спорьем, помощниками, опытными наставниками, принимать участие в различных программах, опять же, для того, чтобы свои идеи немножечко подправить под взглядом опытного ментора. Спасибо большое за беседу. Надеюсь, что ваши проекты мы будем видеть по всему миру. И сады европейского качества с русской душой будут у нас в разных странах. Спасибо большое. Спасибо. Ну это все, о чем мы вам успели рассказать сегодня. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми сегодня живет город Сочи и Краснодарский край. С вами была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова